Продолжение следует... 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 измерять дело спасения не человеческую немощью, но силою Божию. А при помощи Божией, кто начнет быть нестяжательным, тот успеет и в том, чтобы отсекать излишнее, а потом дает до того, что станет отказывать себе и в необходимом. И таким образом при той же помощи Божией благоуправится и получит Царство Небесное. 27-28 стихи. Тогда Петр, отвечая, сказал, вот мы оставили все и последовали за тобой, и что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Толкование. Хотя Петр, как человек бедный, по-видимому, не оставил чего-либо большего, но знай, что и на самом деле и он оставил многое. Мы, люди, обыкновенно и за немногое держимся крепко. А Петр, кроме того, оставил все мирские удовольствия и самую любовь к родителям, отказался от сродников, от знакомых и даже от своей воли. А ничто так неприятно для человека, как своя воля. Впрочем, и все означенные страсти восстают не только на богатых, но и на бедных. Уже ли в самом деле сядут на престоле, как говорит Господь? Нет. Под образом сидение означается только преимущество чести. Но, уже ли сядет Иуда, который был там вместе с другими, когда Господь сказал сии слова? Так же нет, ибо это сказано о тех, которые решительно последовали Кресту. То есть до конца. А Иуда не до конца последовал ему. Бог часто обещает благо достойным, но когда они изменяются и становятся недостойными, отнимает у них эти блага. Подобным образом поступает он и с непокорными, часто грозит им, но не посылает беды, как скоро переменятся они. Под пакой, паки бытием, слово такое, паки бытие, в одно слово пишется, разумеет, бессмертие. Дабы кто не подумал, что вышесказанно относится к одним только ученикам, Господь распространяет свое обетование на всех, творящих подобное тому, что творили ученики. И они вместо сродников по плоти будут иметь свойства и братство с Богом, вместо полей рай, вместо каменных домов горний Иерусалим, вместо отца старцев церковных, вместо матери церковных старец, вместо жены всех верных жен. Он не в брачном отношении нет, но в отношении духовных, в духовной любви и попечении о них. Впрочем, Господь не просто, не без причины видит отделение от домашних, но тогда, когда они препятствуют благочестию. Равно, как когда Он повелевает возненавидеть душу и тело, не следует, что должно убивать самих себя, но что не должно щадить себя для соблюдения веры Христовой. Когда потребуется того обстоятельства. Когда же Марк, 10 глава, 30 стих, при всем говорит, что с избытком получает еще и в нынешнем веке, то это надо бы разуметь о даровании духовных, которые не сравненно выше земных и служат залогом будущих благ. Так, пользующиеся этими дарованиями, бывают в великой чести, так что все люди с уважением просят их молитв, дабы для них получить божественную благодать. Здесь намекает на иудеев, и язычников. Иудеи, бывшие некогда первыми, сделались последними, а мы, язычники, прежде последние, стали теперь первыми. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. А болящих, это не подмечено. Что-то у меня сведений никаких. Никаких сведений. Все здоровы стали. Ну и слава Богу, аллилуйя. Ваня, Ваня, вот, Ваня. А дмуты путешествующие? Сережа, а чего он заболел? Какой Ваня? Дробот Ваня? Дробот, да. Растута. Растута? Так, ну а болящих? Валентина, как там? Так, мама вообще на этой неделе с ней не беседовала практически один раз, только поговорила. Не может говорить? Да, она не может говорить. Она все время в забытии, морги ставят, все пьет, это и боли идут, и идут постоянно. Как у меня, у меня поджелудочный камень пошевелился, неоднократно уже, и в общем, меня приписали к операции, так что я сейчас готовлюсь на операцию, мне будут этот камень оттуда вытаскивать. Когда планируется? Камень 7 мм на 3. Поджелудочный? Поджелудочный? Нет. Не желудочный? Нет. Игорь, когда планируется операция? Ну, 18-го числа я иду к хирургу, и он мне, если все анализы у меня нормальные, то будет 8-й горбольницы. 8-я, на Петра Сухова, которая. Петра Сухова, 13. А что, не у Виктора Андреевича? Меня Виктор Андреевич просто не приглашает, я туда пошел, меня направили. Да, меня к Виктору Андреевичу, пожалуйста, да? Мы поговорим по этому поводу. Хорошо. Так, ну, о болящих я прошу помолиться еще о моей жене, супруге Надежде, потому что у нее только обострение было. Со стороны с лучшей кишечного тракта, сейчас она вот лежала тут неделю, ну, дневной стационар был, но с ногами проблемы остаются. Еще не знаю, как все разрешится, может быть, придется ленгопротезирование тоже делать. Колены и суставов? Да, ну, тем не менее, вот тянется к этому саду, туда вот, нужно идти, вот, свои обоксы, там, у нее это все, это... Работать охота просто, не без денег. Привыкли уже. Ну, она уже вот уволилась с работы. А, уже даже уволилась до этого дошла, да? В 63 году. Да, ну, как бы уже... Состояние, ну, еще не... Ну, Надежда, прошу молиться. Ну, понятно. Надежда, ты, конечно. Еще... Мухи, сколько кок путешествует? Если не вернулся, мы в школу в понедельник. Валентина, как там? Это Валентина, это Валентина, Барышникова. Таня, знаешь, может, что-то... У Валеры тоже в Америке то же самое, да? Я могу сказать про Валю только то, что она сейчас занимается огородом, и у нее нет денег, нет отсюда. Не на что позднее, запусть. Любовь Петровна, как? Она не получает ничего. Ну, Любовь Петровна, я ходила, Любовь Петровна... Когда? Ну, я ходила вот на прошедшей неделе. У нее состояние такое, ну, как сказать... То плохо, то нормально. Вот так даже она, это... Когда гулять выходит. Выходит? Выходит, да. Ну, так вот она... Храм-то не доходит? Ходила она в храм. Никольский? Никольский, да. Она, вот, я пошла, сходила. Вот она, когда у нее есть такая вот, она не упускает. Так что, ну, вот я думаю, что Алла к ней это ходила. И я вот к ней ходила два раза. Я на той неделе, и вот на прошедшей, ходила, посещала. Там нужда была у меня к ней она прийти. И я приходила к ней. Ну, первый, последний раз у тебя пришла, они обе лежали очень плохо, в плохом состоянии вместе с Ольгой. Ольгой той какой-то, она вообще даже не могла даже встать, что-то было такое сложное. Ну, а сейчас вроде бы, как бы, так вот, помаленько, какой-то закон. Где брат Никита, он женился или что, и куда он делся, где он там, в сателявке живет? Сюда, он в городе здесь не живет опять, все, он там трудится и живет. Ну, понятно. Я думаю, он здесь, он здесь в городе. Он там строится даже. Строится? Здесь Еремея, наверное, он тоже на деревне. Нет, он домой, знаете, выходные. А, конечно, там работа просто. Он здесь останется. Кто? Да он здесь же учится. Да кто знает, он еще учится год. Нет. Он закончил? Ну, они же в школу закончились. Ну, он заступил когда-то? Да. Заступил. За Лагу? Ничего себе. Какой факультет? Ничего себе. Землю будет раздавать в Потеряевке. Землю строительство? Ну, что-то с землей. Земле устройство не знаю. Все, Потеряевка станет огромной силой. Алексей Семенович всем передает поклон, но как бы более-менее сейчас стабильно. Но все равно молитесь о нем, здоровье его не очень-то такое хорошее. Володя Олейников, помните, мой коллега, который работал со мной вместе в отделении, он приходил тут на службу, помогал мне тут с голубями. Сейчас, к сожалению, моя помощь, его помощи теперь нет с этой стороны. Он уехал в Новосибирск, поступил там в ординатуру, потому что бюджетные места, да, но по хирургии только там он нашел. Володя Олейников, да. Так что, смотрите, город ему не нравится, люди ему не нравятся, все здесь было хорошо. А в Новосибирске не нравится? А он вернется-ка на дите? В Новосибирске, да, к нему привыкли. В Новосибирске два года, а в ординатуру там дальше видно будет. Огромный город, как Москва. Не то, что не лезь, но просто очень много людей, машины, машины, машины. Братья, сестры, я передаю вам поклон. От кого это? От Тимура. Он нам звонит каждое воскресенье. Вы, пожалуйста, молитесь о нем. Кто не слышал еще, он в армии, в танковых войсках, в Хабаровской области, где-то прямо недалеко от Хабаровской. Балеко. Да, передавал поклон, сказал, я соскучился по всем, всех вспоминает. Ну, общее состояние нормальное. Я говорю, ты молись, мы за тебя молимся в храме, тебе молятся люди, которые в храм ходят. Он говорит, спаси Христос, поблагодарил вас за молитву и говорит, что он молится. А там есть у него где, да, там есть у них там? Что именно у них танки, у них там? Это бывают, часовые. Да ладно, иконы там есть. Спасибо Христос за молитвы. Продолжайте молиться. Ну, Валерий и с Натальей, конечно, молитесь, продолжайте. Потому что там состояние такое. Я вспоминаю, сколько лет вы вспоминаете. Да, да, Татьяна Сергеевична. Ну, я путешествующая была. Спасибо Христос всех за молитвы ваши. Вы знаете, вот я, наверное, и не отдыхала никогда. Так вот в жизни. Вот и душу, и тело. И поправилась даже. Здесь вот не сдвигалась даже ни на один грамм. Там поправилась. А два килограмма. Питались мы. А сбросить там можно? Вот такой. Я тоже съезу. А вот воздух. Понимаете, вот улица идет, вот где живет Нина. За огородом сразу лес. Лес не такой, как здесь. Он такой же. Ленточный. Сосны такие. Ну, заруший, да? Но, нет, он такой чистый, вы не представляете. Вот зеленый-зеленый. Красивые такие вот прямо. Ну, вырубают. Рядом прямо. Жители плачут. Вот о том. Ведь расти сколько лесу. А там вырубают беспощадно. Это страшно. Меняется климат сразу, меняется все. А с другой стороны улицы этой же, речка идет. И сразу лес такой же начинается. Это, представляете, вот так с двух сторон такой лес. Это воздух, ну, необыкновенный. Это дышишь, не надышишься. Конечно, все хорошо, благословенно. И молились. И, ну, все вот прямо располагало. В храм где не ходили вы? Ходила. Вы зашли? Еще, как раз хочу сказать об этом. Прежде, до этого мы, значит, пошли в магазин за хлебом. Далековатенько ей ходить зимой. Не знаю, как она ходит. Почему? Само впечатляющее. И там объявление висит такое. Объявление такого рода. Значит, вот вы живете здесь такой вот жизнью. А какой? По хоро... Ну, в межской. А уйдете туда-то вот, то есть, в одной одежке. В одной одежке, в одной. Ну и что? И там такого нет, как здесь. Вы знаете, и там скучно, скучно. И это называется ад. Это проповедь такая, вы не смейтесь. Я вначале, я пешила, я прочла. Это на магазине? Да, на магазине для всех людей. Очень хорошее, прямое. Скучно, скучно там. И там это ад. Все. То есть, телевизор не будет? Все. Мы пришли, в воскресенье мы пришли. Нина на улице осталась. Прохладно на улице, холодно уже. А я зашла в крам. Людей было достаточно. Они не в самом краме, где вот каменный, а рядом там построили, что-то в городе домика. Людей было достаточно, дети были. И я думаю, первое сентября все-таки, да? Думала, сразу причащаться дети будут. Нет. Женщина передо мной, когда еще только утром так пришла, женщина передо мной так зашла, смотрю, она перекрестилась. Вот таким образом. Ну, как обычно. И тут, значит, он объявляет. Я думаю, ну, дети, наверное, причащаться будут. Ничего подобного. Он говорит, Валентина, подходи. А перед этим он молился о здравии и сказал, что ей предстоит операция. Ну, и вот, Валентина, подходи. Ну, она подошла, причастилась. И еще кого-то, одного человека он причастил. Все. Но потом, в конце службы, он объявил, что будет молебен учащийся. Ну, ввел службу, он так, в общем-то, хорошо. Ничего я не скажу здесь. Вот. У них икона, рядом я прямо встала, посмотрела, Петра и Февронии с мощами. Такая хорошая икона. Большая какие-то еще мощи тут лежат. Ну, все. Конечно, все свечечки эти, все это здесь же. Нина тоже заходила? Все это здесь же. Нина тоже заходила? Нет. Нет, Нина на улице стояла. А почему у вас запустили? Никто ничего, ни слова мне не сказал. Ну, я, когда молилась, стояла, конечно, он так, как выйдет, он окидывал меня взглядом каким. Ну, ни слова не сказано было. Никто даже ни слова не сказал. Ну, я вышла. Надо было ее за ручку завести? Объявили. Это со мной сказал. Объявили вот этот молебен. Я, что, ну, Нина замерзает там, а я буду что-то стоять. Мы пошли. Это вышло давно. Она молилась там с того же, да? Она на улице. Так и с ней. Не пущают. Не пущают. Кошмар. Не пускают священник. Ну, так она, вот, женщины обещали к ней прийти. Обычно. Она, я вот удивляюсь, она такую помощь бы могла оказывать в церкви. Это, не знаю. Так ей же говорили, Нина, ты заходи, уже подходили к ней. Но она посоветовалась с Игнатием Тихоновичем, и он ей сказал так. Помнишь, как апостол Павел? Ну, да, да. Всенародно меня били. Вот все, всенародно, прощение просите. Но ее не били. Ну, ее не били, ее гнали. Вот она и стоит. А этого она никогда не дождется, чтобы там они покаяние приносили. Приглажена Нина еще туда. И очень хочу, но не знаю, когда как. Тут предстоит в пятницу помолить их. Просто были. А там не знаю, как дальше. Ну, хочется еще. Хочется очень. Съездить. Это настолько вот. Вот бы собрались, сестры, все так одетые, как по форме, и зашли бы в храм туда. Да. На молитве. Как бы это было, а? И всех бы выгонял он, да. Да, не волоку не выгонял бы. Да, не волоку не выгонял бы. Нет, он просто, я думаю так, он просто ее боится. Он это чувствует, знает. Тамара ушла. Он-то ее обвиняет, что Тамара по ее вере не ушла. Да, она уже умерла. Давно-давно там молится на небесах. А у него еще продолжается это. Ну, потому что в рождении свыше нету. И продолжается. Так, братья и сестры, я хочу вас попросить поблагодарить Бога за то, что у нас есть такой ревностный брат, как брат Игорь. Если бы не он, то наши души и наша жизнь духовная, вот общинная, давно бы рязко подернулась. Он так будирует нас. Правда, ему бы вот некоторого степенности и побольше любви к ближнему. Сейчас камень вырежет, и все начнется у меня любить. Дай Бог, да. Потому что, да любите друг друга, Господь говорит. А когда в посчитательстве предупреждать друг друга. И надо все-таки смотреть, что человек перед тобой в два раза, чуть ли не в два раза старше, ну как-то надо. Не поносить его. Не поносить, нет, нет. Слово поносить вы неправильно, некорректно тут примените. Некорректно, да, но... Не гнобить. Не гнобить, более-менее подходящее. Ничего, ничего. Нормально это. Да, вот. Ну а сестра, сестра Раиса, я помню, часто говорили вы, что, ой, да я червь ничтожный. Да, вот, конечно. А когда вот человек говорит о том, что ты вот, когда человек говорит о том, что ты чего-то там не знаешь, ну да признай, что не можешь, да. И с другой стороны, брат, мы сыты, голодны, не разумеют. Когда у тебя все болит, когда у тебя голова трещит, и она там звенит, и все, и в ушах, и все прочее, когда знаешь о молитве уже там, слава Богу, что она стремится в храм идти сюда и слышать Слово Божие. Поэтому, поэтому, как бы, снисходить немножко нужно. Вот это будет более правильно. Да, да любите друг друга, все-таки вот это, ну, надо как-то вот искать какие-то... Больше будет у нас результата, когда мы будем искать какие-то пути, вот, ну, снисходительности больше к друг другу. Без конфликта, да, вот такого. Что, а тот человек, она говорит, я... рыдает просто. Я, говорит, наверное, не буду ездить в храм, не буду приходить в храм. Я говорю, да что-то случилось-то? Да вот, брат, опять на меня там ругается, что я тут ничего не понимаю, что я такая тупая, глупая. Ну, знаете... Виктор Андреевич, разрешите, я вопрос задам. Задаю вопрос всем. Тихо. Задаю вопрос всем. Кто такой Давид? Для каждого из вас. Кто такой Давид? Царь Продопцем. Грунче, говори. Царь Продопцем Могревец, святочный. Да это для нее, чтобы она слышала. Слышишь, что говорит я сестра? Пастух. Вот и все, что надо было мне ответить. Брат, ну... От нее добиться не возможно. Ну, стоп, стоп, стоп. Подожди, пожалуйста. Я ее спрашиваю. Давай. Она говорит, у меня нету памяти, у меня нету памяти. Тихо, все, тихо. Говорит, нету памяти у меня. Там это тихо, вот ты тоже, тихо. Подожди, стоп, подожди, стоп. Говорите, вот человек говорит, который тут среди вас приняли, у меня нету памяти. Хорошо. Я понял. Да пусть он кричит. Да тише, да тише, Виктор Андреевич. Ничего я такого страшного не делаю. Она на улице услышит. Пусть он кричит. Подождите. Я ее спрашиваю. Давай сейчас мы тебя проверим. Как у тебя с памяти? Я говорю, кто такой Давид? Она говорит, ну, откуда ж я знаю, милок ты? Ну, я же старая уже, ничего не знаю. Откуда мне знать кто? Я говорю, а псалмы кто написал? А, ну, да, 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 Давид, да, да, точно написал псалмы. Ну, да. Хорошо. Я говорю, кто он был? Она говорит, ну, кто он? Я говорю, ну, кто он сам по себе? Ну, царь. Я говорю, молодец, царь. А еще кто? Ну, я говорю, он псалмы. Он что делал? Она. Ну, да, пел. Я говорю, значит, псалмопевец. Я говорю, молодец. Я говорю, еще кто? Она. Ну, ты что до меня докопался? Я откуда должна? Что, все знать, что ли? Я говорю, ну, про Давида-то. Ты должна это знать? И я ее спрашиваю, кто он еще? Говорю, Иоанн Креститель кто? Да кто этот Иоанн Креститель? Я откуда не знаю, кто Иоанн Креститель Я говорю, ну как его Что он делал такого великого? Вот гляди Давид писал псалмы А о ком он писал? Да я откуда должна знать, о ком он писал Он много о ком писал Я говорю, о Христе писал? Да, о Христе писал Значит, кто он? Ну, кто он? Она не говорит мне, кто он Я не спрашиваю, кто он? Она начинает плакать и все, больше ничего и не было Ну, если же начала плакать Зачем это? Добился, молодец И что случилось такое страшного? Добился, молодец Брат, ну снисходительнее нужно быть к людям, понимаешь? Снисходительнее Потому что нельзя по себе мерить все Так как Игнатий Тихонович мерить всех на себя Так и ты делаешь это Но неправильно это Потому что у каждого свои способности, свои таланты После того, как сказали, что это пророк Она говорит, ну конечно пророк Я и так без тебя знала Я говорю, ну так знала, ты что не отвечаешь? Ну почему? Ты меня спрашиваешь, я с тобой разговариваю, отвечаю тебе Ты там ничего не отвечаешь На простые вопросы Да перестань ты, нет у него ничего Да хватит мне уже Хватит уже меня, как говорится Только у Бога известно У кого какие таланты И Господь нас будет экзаменовать прежде всего А нас никто не поставил друг друга экзаменовать Начинает Давайте будем все-таки друг друга Господь нас экзаменует Он сказал По слову моему будете судимы По слову Я скажу, что мы с тобой тоже не очень совершенны Мы до сих пор не знаем, как вести службу Когда батюшка приходит Только брат Севастьяна, мы уже сколько лет с тобой в честах Не знаем Несовершенны мы? Несовершенны Так не будем признавать, что мы несовершенны И не будем превозноситься друг к другу У нас есть Слово Божие Не будем превозноситься друг к другу Хотите сказать, что если я знаю, что Давид был пророк Я превозношусь над этой бедной женщиной? Ну что ты в грубой форме выражаешь В какой грубой форме? Грубой И овощи, я тоже слышала Грубой это все выглядело Овощи, зачем вы тогда, мы с вами будем работать Я говорю, мы не можем превозносить Слово может включить, а слово может убить Так что нужно подбирать слова Давайте будем все-таки любить друг друга И остановимся на этом Да любите друг друга, говорит Господь Батюшка в свое время сказал Даже взглядом можно убить Это так Молимся, заканчиваем, молимся И у нас дальше будет трапеза Теперь уже такая Трапеза и занятия Сергей, да, расскажи Мы съездили, выкопали картошку в Потеряевку С дроботами Ваня только не поехал То ли заболел, то ли притворился больным Непонятно Дружно так все, конечно Ну вот где на Саманном все выкопали Там еще пару огородиков маленьких Но не успели Поехали назад уже часов в девять Игнать Тихонович просил остаться переночевать Но нам всем надо было дела И меня, и у Янафа Янафа, молитесь тоже опять на боеслужение Нету ее Какую-то ткань ей надо выбирать Я говорю, ну ты помолись-то, иди выбирай Тем более батюшке нету службы Но во сколько тебе надо В девять, в десять Ну вот как раз в девять заканчивается И вот как Елена же Голодощук тоже пришла Ну надо ей, я все понимаю Но помолилась Вот это вот духовное состояние, конечно И Игнать Тихонович узнал, что Ваня-то не приехал Че, сопли? Как он? Да сопли Из-за сопли не приехал Хотя я приехал и говорю Ваня, ну как здоровье? Он сразу так, ну как симулятор Да, болей еще Хотя нужно здоровье Все там будет Температура Температура Игнать Тихонович Зачем, говорит, ее мерить? Чего так, не надо Ну какая, ну вот Че ее мерить Никогда градусника не было Температура, температура Вышел бы, говорит Ну Как меня тоже Я захандрил, помните ролик Меня на тележке Вывезли на работу туда Полежал полчаса Стыдно стало Пошел работать Сразу все прошло Ну как, надо Чтобы уметь как-то Вы же молодые Ну, не всякий может, конечно Это, да, согласно Достойно есть яка истину Блажите Тебя, Благородицу Присно блаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувин И славнейшую без сравнения с Серафим Без истинения Бога Словно родшую Сущую Благородицу Тя величаем Господи, защити Родину нашу От нашественных племенников От внутренних распред Беззакония, которая в тайне Останови делающих зло Просвети правителей страны нашей Чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих Также просвети и защити Людей, не познавших Тебя Обрати к истине Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца Священники, которые не служат Тебе как должно Пусть покаятся в неближении Своем И проповедуют смело и инославным Об Иисусе Христе Господи, праведны суды Твои Над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое изященное в Святой Библии Прости нас, Господи, Владыка Жизни Что сокрыли имя Твое, Бога Иегова Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов Вопия Алва, Отче Господи Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за студы и правды Твоей Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух Аминь Песнопение, трапеза, занятия Спасибо, Тебе Песнопение, трапеза, занятия Песнопение, трапеза, занятия Песнопение, трапеза, занятия Песнопение, трапеза, занятия Песнопение, трапеза, занятия